так приступаю к изготовлению первого салатика значит выложила капустные листья затем у меня куриное филе мелко порезанное потом мне нужно будет 3 яичка затем кусочек сыра вот такой вот небольшой орехи 100 грамм вся грамм орехов виноград но это сверху уже украшать я буду ну и конечно все это промазывать каким-то соусом и так приступаем красота здесь у меня получается куриное филе потом тертые яйца потом грецкий орех потом еще немножко куриного филе теперь сыр выкладываем сюда шапочкой и сверху буду уже украшать вот такие вот красивым кстати очень вкусный сладкий вот такой вот у меня большинство в итоге салатик надеюсь на будет вкусный а покрыли сочетание интересно а вот вчера коля назарила корочку в планировке отбивных я сделала вот такую вот закуску это на крыкерах сыр вот этот творожный с крабовым и красный крамм потом сделала салат красное море который стал бы палочек перца сыром и что тут еще помидорки вкусный салатик также у меня еще будут вешенки закусочные вот эти рулетики за ваша с корейской морковкой так осталось делать бутерброд со шпротами сейчас я буду и пизы к поджаривать и картошечку я сварила и вот если немножко поджарить так будет вкуснее ну я думаю что стол будет мало пришли гости мы начали отмечать иришка помаши рукой вот такой у меня стол получился ленчик именинник надо сфоткаться с тобой слышишь что картошка понравилась у вас было по палочек призываешь и заваливала тринадцать штук давай дуй а саша молодец на следующее утро я собираюсь на тренировку и пока я не сделала свой утренний уход расскажу вам про такие вот новинки которые вышли у бренда не вея такая вот красота такой красивой упаковочке это у них вышла серия luminous 360 эта серия для того чтобы бороться с пигментацией я сейчас ее активно уже тестирую вовсю сюда входит крем и сыворотка вот так выглядит сыворотка это у нас содержится в общем какие-то там специальные ингредиенты антидарк спот вот такая вот упаковочка наверно они будут стоить не особо бюджетно потому что сделано все очень качественно очень такой вот интересную текстуру мид я сейчас активно особенно на пигментные пятна пахнет очень приятно это серия какой-то такой приятный парфюмированный аромат и я по утрам стараюсь использовать сейчас эту серию единственное что скоро весна у нас скоро я хотелось пристать свои капельки от кларан чтобы придать тон кожи а если пользуешься кислотами всякими средствами от пигментации на 1 мысля нет таких капельках вот и второе это вот такой вот дневной флюид мне раньше здесь есть spf 50 аж и мне кажется что эта серия будет хороша на лето потому что она очень легкая придает такой совсем совсем легкое увлажнение сейчас конечно в наш зимний март на улице минус 6 минус 10 мне не хватает увлажнения поэтому я еще каким-нибудь маслом напитывает мои сухие участки кожи отлетели мы хорошо было в принципе все мило по семейному посидели и в принципе как и планировалось так и отметили сегодня или вчера вчера сказали что планируют заблокировать окончательно youtube но я думаю что с vpn как впрочем я сейчас и смотрю с vpn всех своих любимых блогеров чтобы девочки продолжали зарабатывать хоть чуть-чуть я думаю с все равно нету будет работать но я продолжу дублировать свои видео на яндекс и на ютубе на все равно степен может быть что-то и буду выкладывать потому что вдруг не только с россии меня смотрят хотя конечно основная аудитория у меня именно с россии девочек и конечно когда отключили instagram у нас с пионом многие уже перестали заходить некоторые вообще удалили это приложение не заходят и обхват и там не то что охват и даже просто людей которые смотрят истории если раньше это было три тысячи человек сейчас это 300 человек то есть вообще вообще урезались конкретно ладно я быстренько час буду собираться потому что время уже поджимаете как обычно опаздываю все что вчера было съедено было немало надо отрабатывать вот у нас на выходных все как обычно планы я наверно сейчас хожу на тренировку потом покажу свой свой посыл свои покупки с озона то что я заказала на 8 марта себе в подарок и сегодня в планах уборка благо у нас начались каникулы сын у меня закончил более менее четверть по крайней мере всего лишь одна тройка не как прошло четверти их было пять вот ну ничего будем надеюсь что все таки вот он закончит быстро крайне мере обещал мне так что так сильно конечно краситься на тренировку я не планирую и что касается сериалов я смотрю сейчас турецкий сериал растучить мою дверь называется я думаю что многие про него слышали многие увидели я вообще после великолепного века хотела посмотреть какой-нибудь турецкий сериал еще один но там отличительная вещь в том что они идут очень долго эти серии по 40 минут они у них и у них очень много сезонов вот я пыталась включать один смотреть но у меня так что-то не затянул и вот этот вот он вроде бы как тоже очень похож это уже про современную турцию про молодежь про людей которые обычно молодой парень с девушкой в общем заставляет их жизнь быть вместе в итоге они влюбляются но и это вот все круговерсти в общем то они вместе то они не вместе но в принципе как бы наблюдать интересно но я смотрю на кинопоиски именом подписка и я смотрю на скорости 1 и 5 тогда намного лучше смотрите серии быстрее проходят и вот эти вот все их затянутые диалоги переглядывание музыка воспоминания какие-то очень много это то они как-то быстрее все проходят и как-то более энергично все это но зато вот это вот лето море турция стамбул меня это все по крайней мере отвлекает от всей этой сложной ситуации которая происходит вокруг нас про которую я уже не могу не слушать не говорить у меня уже единственная мечта когда это все закончится и закончится ли вообще в общем в этом сериале два сезона пока но в каждом сезоне по 100 серий вот такие вот сериалы в турции там надо прям увлекаться этим сериалом чтобы на я как бы смотрю когда у меня есть время на телефоне на телефоне конечно мне удобнее смотреть намного и в принципе он меня увлек вот и на скорости смотреть довольно не буду продолжать и дальше вот а муж меня давно уговаривал посмотреть сериал сверхъестественное думаю что но существует огромное количество лет он уже его смотрел с дочкой один раз но я его не смотрела потому что я не очень люблю всякие сериалы про вампиров про зомби про вот этих вот всех в сверхъестественное так скажем но он не столько раз столько мне прожжал уши какой-то классный сериал ты должна его посмотреть ну и в конце концов я все-таки сдалась ну и главные герои там такие два молодых симпатичных человека особенно один на который меня он сманил так скажем сказал что ты должна хотя бы за дина тоже он такой прикольный симпатичный вот и в принципе мы начали смотреть первые серии как-то меня не очень впечатлили честно говоря так ну думаю ладно продолжу раз мужу обещала мы с ним смотрим по одной-две серии людей когда есть время и в принципе как бы да в конце концов может почти первый сезон досмотрели он меня ну более-менее увлек да действительно интересно смотреть как они там пытаются найти отца первом сезоне когда они еще такие молоденькие первом сезоне вообще-таки прикольные как они в каждой серии находят какую-то сверхъестественную штуку с которой нужно бороться как они с ней борются в общем я так со своего обывательского взгляда все это в принципе прикольно смотреть можно так что продолжим смотреть дальше хотя говорят что первый сезон интересное потом они уже как-то их затянули как тоже не очень интересно получилось посмотрим сколько на сколько сезонов на схвате тюрем я вот такая вот уж вот и фраше объемы удлинения в общем из последней вот этой коллекции у нее классно сетку силиконовая такая щеточка елочка очень люблю такие вообще сейчас ресницы конечно меня мои очень радует после сыворотки благо она мне еще есть но уже заканчивается вот это вот сыворотка rapid lash если кто-то не в курсе но айхер к сожалению нам недоступен неизвестно когда будет доступен я планировала взять еще одну такую когда у меня закончится теперь неизвестно когда это случится все ладно побежала на тренировку увидимся на воскресенье двадцатая уже марта и наконец-то сегодняшнего дня у нас уже потихонечку плюс днем сейчас смотрю плюс 1 днем плюс 4 на следующей неделе плюс 8 плюс 10 днем уже это радует а я сняла сейчас видео про фаберлик и хочу пойти прогуляться в магазин пока я еще такая при параде помыла голову ложилась накрасилась вот а потом уже когда приду наверно покажу вам классный заказик сезон и еще так ну и покажу что в этот раз я выбрала сазон на подарочный сертификат который мне коля подарил на 8 марта 2000 и я вам сейчас покажу что что же заказал в первую очередь я взяла две картины чередные по номерам там была акция 2 равно в общем 2 по скидке были две картины правда там было мало маленький выбор картин поэтому пришлось выбирать из того что есть они конечно не особо такие как сказать то что я люблю но зато они вышли по цене как в фикс прайсе практически там по 250 рублей они вышли две картины и поэтому а фикс прайсе они по 199 а то и по 249 я даже не знаю сколько в принципе по той же цене но там такие страшные и размер там намного меньше это 40 на 50 выбрала вот такие вот такую одну цветы и свечки и вторая уже ближе к новому году буду раскрашивать такая вот новогодняя два подарка какие-то тут веточки новогодние ну в принципе тоже ничего симпатичная яркая главное вот две такие картины и за свою цену я кстати вам сейчас покажу еще все мои картины момент запросик был девочки просили показать что же за картины я заказал нарисовала так потом повторила вот эти вот печеньюшки протеиновые cook and beats люблю их брать с собой на завтрак если ничего у меня такого нету а вот они идут от бренда solve и вот еще хочу взять про печенье который недавно показывал своем обзоре на дзене я писала отзыв вот столько здесь одну я уже взяла 80 вот здесь по моему я уже взяла ассорти с разными начинками шоколадные кокосовые вот такая вот по моему да очень очень мне нравится там внутри идет как суфле и здесь получается они без сахара белок клетчатка без глютена здоровый перекус очень мне нравится и на ней была хорошая цена поэтому я решила их взять и последнее это взяла два зефира с вишней один вот такой вот и второй с клюквой вот они идут без сахара здесь хороший состав патока яблоки стружка кокосовая клюква и пектин вот с пектином вот такие вот маленькие зефирки так надеюсь они мне понравятся и вот такие вот я брала обычные белые такие же с пектином очень мне понравились самое то чтобы если вечером что-то хочется сладенько одну зефирку такую съедаешь без сахара но в ней мало калорий и она ну как бы вкусненькая такая чаем запиваешь и в принципе наедаешься тягу к сладкому перебарываешь так скажем так ну и вот выставила все свои картины по номерам которые я рисовал две еще висят это моя первая картина по номерам которую я попробую рисовать из которой началась так скажем любовь моя хобби к этому хобби мне прислали ее на тестирование она конечно дороговато но качество там конечно шикарная просто у меня муж сделал для нее такую трампу и она теперь висит у нас на кухне над обеденным столом такая вот красота вторая картина была нарисована вот эта девушка с эфиревой башней она висит у нас в коридоре при входе тоже очень мне нравится и я считаю что получилось довольно симпатичное если учесть что это всего лишь вторая картина и только при когда очень близко смотришь видно что здесь циферки на конце зарисовано сейчас я конечно уже стараюсь более плотный слой наносить чтобы цифры вообще видно не было но третья картина у меня была склоняя которую я подарила подруге когда она пережила в краснодар я когда к ней ездила в гости она у нее там висит в ванной она там не очень в тему не такого розового цвета ванная вот но и это остальные картины значит две картины с фикс прайса у меня были вот такие вот подсолнухи довольно симпатично но они намного меньше чем те что я рисую по размерам и качество здесь конечно намного хуже с обычная картонка а я люблю больше конечно рисовать на полотне и 2 вот такая вот далее прям в миниатюре симпатичная тоже не она понравилась много ярких цветов вообще так симпатично выглядит вот потом была вот эта картина тоже девушка с парижем вообще люблю когда на картине девушка и какая-нибудь достопримечательность особенно почему-то и филева башня меня влечет я постоянно хочу заказать буквально бью себя по рукам какую-нибудь очередную картину опять с очередной девушкой очередной башни да бы кстати очень много здесь мне больше всего нравится небо небо просто нереально и она очень натурально как-то выглядит вообще классная классная картина мне она очень нравится следующая вот эта картина у меня была это мне напоминает таиланд какой-то какие-то экзотические острова опять же девушка с арбузом и плывет каким-то тропическим островам тоже хочется побывать там и когда смотришь на это представляешь себя в том месте поэтому я люблю рисовать такие картины именно с девушкой то есть представляешь как будто это я плыву где-то и мечтаешь может когда-нибудь это и осуществится это вот последняя моя картина которую я долго мучилась самая по моему долго из всех которым я была и первая зимняя картина такая вот красивая тоже вышла в итоге здорово мне нравится прям настоящая зима зимняя сказка вот ну и вот это рисую сейчас она уже мне практически на стадии завершения уже по крайней мере видно да что это сирень этой зефирки там бокал какой-то стоит ну вот так что хобби это меня очень очень увлекает вообще нравится мне это рисовать меня так успокаивает включая сериальчик и рисую и в итоге получается что у меня раз два три 4 5 6 7 восемь девять картин уже тогда девятая картина обалдеть хотя этому хобби мне ну сколько больше года полтора года где-то всего лишь уже девять картин не может говорить скоро будем вся картин вся квартира будет обешана твоими картина немножко пустых баночка вот такой вот закончился у меня гель для душа аля крем с персиковыми протеинами или как он молочный протеин и персик обалденно пахнет персиковым йогуртом прям пользовалась им и было просто наслаждение хотелось пользоваться и пользоваться он довольно быстро у нас подошел концу как я его вытащила значит он молочный действительно с поднекелевый кремовый совершенно не сушил кожу хорошо пенился отлично ощущал мне он понравился вот такая масочка ночная маска bio glow тоже от фаберлик она была у нас с манго такая вот она гелевая была и пахла манговым йогуртом тоже обалденный аромат но его наносить надо было эту маску заранее там заранее перед слов где-то за час а то и за два потому что она оставляла жуткую липкость прилипаешь к подушке но действительно кожа остается напитанная после нее увлажненная неплохая масочка но повторять не буду потому что вот эта липкость мне не очень нравится в ночных масках а вот такой дейзик от хирбина мне подошел концу шариковый он очень имеет хороший состав 0 процентов алкоголя но он очень слабо защищает от запаха пота и можно пользоваться разве что дома потому что я себе использовала на работу или спортзал не дай бог то запах пота потом есть на себе ощущала я такое не люблю поэтому такое баловство такая вот пенка еще закончилась по и на apple нуке от faberlic он у меня почему-то испарился где-то половинка была потом я про него забыла и он вы достаю он пустой как так может быть хотя он был закрыт и все в общем эта пенка может быть в путешествиях будет неплохая но дома как-то на мне без надобности особей и не пользовалась так баловство как по мне такая масочка от бабушки акафьи постоянно покупаю магнит косметик стоит бюджетно хорошего хорошая глиняная хорошо очищает не . и очень любит а при этом она не сушит сильно кожу классная маска